поделитесь кто-нибудь начал читать когда ангелы отдыхают книжку потому что у меня следующая книжка на рекомендации а книжка это называется источник анрейд та которая написала антлант расправил плечи она намного меньше и мне кажется она намного ближе всем творческим людям это книжка про двух архитекторов но один архитектор творец а другой архитектор все-таки больше как делец они все они оба прекрасных но 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 вот разный 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 путь на самом деле архитектор который делец всегда завидует ревнует но то есть это ощущение но вот такого до взгляда снизу вверх на архитектора который творец и на самом деле очень интересная книжка такая сильная там такие фразы например представляете одна фраза он не он уже ненавидел его за то что не смог же достичь сам представляете да не то что типа соревнуется кто лучше а именно то что он сам этого не может достичь и он уже это какая-то какие-то очень красивые фразы глубокие емкие поэтому совершенно разные книжки здравствуйте ну я очень рада я немножечко может быть буду размытой потому что я сделала поменьше качество чтобы но не не перезагружалась нас не выбрасывать поэтому ну вот буду я такая чуть-чуть в алюре поэтому поэтому две разные книжки да то есть это когда ангел отдыхает она такая более ну что ли легкая но в то же время есть так вот задуматься она очень глубокая и такая тяжелая много такой томик хороший прям томик тяжелый книжки источник прекрасных двух архитекторов про их жизнь про их судьбу и соответственно про их вот это вот становление они как раз только-только заканчивают учебное заведение и соответственно выпускаются и вот их путь очень разный и классный я совсем не размыта и так как всегда мы сегодня с вами повторим занятие с руками на самом деле я уже говорила о том что наши руки вот почему собственно с детства рекомендуют заняться моторной гимнастикой и моторными всякими мелкими мелкими итак давайте сделаем перекличку здесь должно все уже работать пришли как бы в нашу школу нашу уже вебинарную комнату где кстати у меня проходит акварельные медитации которые вы сегодня вечером тоже вебинар ну что давайте потихонечку переходите начинайте я про когда ангелы отдыхают уже не помню автора а вот источник это автор анрей которая написала книжку еще ангела расправил плечи но для меня вот ангелы они немножечко ну немножко большие то есть три тома целых и там мне ближе все таки тема вот этого такого духа творца который именно архитекторы как-то не входит какие какие разные цели какая разная приспособляемости вот для для же в этой жизни на самом деле очень многие задаются вопросом вот по поводу тоже творчество как себя реализовать в творчестве и ведь это же тоже очень много разного это совсем другое всем другое то есть этого тоже внутри есть нет вот этой вот другой харизмы не я не так уж прям на самом деле считаю плохим архитектор и такого больше как переговорщика как дельца поэтому это тоже очень очень важный навык уметь это делать поэтому интересно вообще в принципе почитать вот эти разные темы но вот что я точно могу сказать что в архитекторе творец есть одна фраза которую сказал его учитель на великий архитектор камера который раньше был очень великим к нему стояла очередь а потом он собственно стал строить только гаражи и а он сказал такую фразу у тебя есть единственный не то что не самый огромный он такой говорит в чем скажите все видят как ты любишь архитектуру как ты любишь свое ремесло а когда ты что-то любишь ты вот ты собственно не можешь без этого то есть как бы ты как бы ты не жил много бы ты зарабатывал это мало ли бы ты в этом зарабатывал ты все равно это будешь делать потому что ты без этого не можешь это твой ну это твой воздух что ли поэтому на самом вот поэтому это тоже как-то мне резанула эта фраза и вы знаете у меня как-то спрашивали брали интервью и спрашивали надя почему вы рисуете и вы знаете я на самом деле ответила только наверное одну фразу то что потому что по-другому не могу но потому что руки заточены для того чтобы рисовать они должны тебя не скучают без этого не вот прям ну реально вот чешутся что поэтому им надо давать какую-то работу и вы знаете у меня есть подруга которая мы с которой вместе закончили детскую школу искусств и она сейчас преподает в англии и там очень сильно занимается темой альцгеймера старения и соответственно провели исследование что что отодвигает процесс старения что собственно в долголетие да у нас сейчас есть это танцы это иностранные языки и это рисование потому что когда мы рисуем у нас работают два ну два два полушария у нас работают руки у нас вот это соединение есть между глазом и рукой да то есть мы в ответе мы в ответе за руку которая ведет ту или иную сторону ура я с вами я тоже очень-очень вам рада ну вот мы пока потихонечку разговариваем вы потихонечку присоединяйтесь все в порядке здорово леночка надежда виктория процесс пошел ура 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 дорогие мои поэтому поэтому занимайтесь тем без чего вы реально не можете а так как мы все с вами здесь сегодня собрались понятно что мы не можем без творения без творчества я сейчас стала открывать свои старые запасы потому что мы много стали ну во первых да вы знаете что у меня сейчас происходит мы а сейчас детьми находимся на даче много проводим времени вместе и у меня и и мы стали выходить в эфир в инстаграм вместе с детьми я просто с ними рисую ну то есть им показываю как рисовать они рисуют прям прямом эфире прямо вот собственно здесь и сейчас мы уже прошли три дня у нас было три разных техники одна из них каракули которая может показывала друг две другие были монотипе монотипе были отпечатки со стола на акварельной бумагой и были еще гуашевые отпечатки по таким когда складываешь пополам и вот на самом это знаете что это для них сладкий пирожок вот сладкая вишенка чтобы они сделали уроки потому что прямой эфир я начинаю только тогда когда они все подготовит уроки и у нас это таким завершающим истории идет в нашей такой каждодневный уже практике семейного обучения но я на самом деле могу правда сказать что это реально семейное обучение даже очень мало какое-то дистанционное это действительно сидим разбираемся и учимся и что я хотела сказать то что я стала раскапывать все свои старые запасы у меня одно время на прошлой мастерской было наверное целый год если не полтора шла такая практика которая называлась арт четверги и по этим арт четвергам мы соответственно что-то рисовали то есть каждый четверг был посвящен какой-то арт практике сколько у меня всего накопилось и угля и пастели и туши и акварельных красок и гуашевых красок даже темперы и а сейчас так как этого меньше у меня стало я уже раз посмотрела свои запасы в коробках уже какая-то гуашь даже засохла я и вы знаете вот какая-то гуашь засохла а вот это гуашь которая я скажу вот когда когда я училась в еще наверно очень на каком-то опять курсе повышения квалификации но это было бы я не знаю лет шесть назад наверное было если не семь и мы тогда делали очень много декоративных композиций штампами именно и нам художник преподаватель сказал что купите хотя бы белила именно импортные либо это чешские либо это голландский белила им уже семь или восемь лет и они прекрасны они прекрасно они пастозные они они живые настоящие и вот если как бы открываешь краски даже студия кстати кстати про краски то конечно если из красок то покупайте какие-нибудь ну типа мастер-класс студия краски гуашевые они хоть подольше сохраняются и у них нет вот этого мерзкого белого белого оттенка серого когда высыхает гуашь потому что гуашь она собственно чем страдает и собственно почему это больше такая для детского творчества потому что при высыхании она становится такой сероватый приобретает такой сероватый оттенок поэтому если пользоваться хорошей гуашью такого не будет и естественно в ней невозможно накладывать много 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 разных слоев потому что они уже начинают друг с другом смешиваться и превращаться такую какую-то серо-сизую непонятную гамму это не это не про нас поэтому поэтому вот такая вот история можно сказать одного двух трех слоев это достаточно все дальше гуашь от уже не вытерпит и хороший гуашь это вот тоже очень правильная история но я не настолько и настолько рада вот этой найденной баночки белого цвета которые которые вот меня я просто очень редко пользуюсь гуашью и вот бац и она живая и она настоящая она ждет меня классно пользоваться хорошими материалами это прекрасно что начнем зарядку для ручек я уже рассказала о полезности этой зарядки все время делайте 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 также как разминку как всегда мы начинаем любую историю зарядки именно суставной гимнастики и самое правильное это начать с рук и с ног поэтому и конечно наташа естественно мой шарфик ну как как сказать товар и знаете был тоже такой момент то что я очень очень долго рисовала и не одевала как-то все время раздавала свои вещи и почему-то не было у меня в практике носить свои вещи и всем рассказываю о том что я художник-батикист а где ну а где где ты не носишь свои вещи и вы знаете я сейчас уже перестала быть сапожником без сапог я очень люблю себя одаривать своими вещами поэтому обязательно 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 вы самый-самый близкий и любимый человек ну для себя да и самое первое что есть у вас это вы поэтому хольте себя лилийте одаривайте прекрасным носите шелка а потом на самом деле ну шелка я очень люблю вот это ощущение защищенности что ли шеи вот и либо это от ветра будет либо это еще отчет вот мне вот какая-то сразу ощущение защиты и не потеет то есть вот нет какой-то жары не жесткости шарфа тяжести поэтому это вот моё моё ощущение носить платки шарфы это прям моя тема не очень нравится спасибо что заметили мне приятно а дальше что мы делаем дальше начнем с того именно как нормализация давления и концентрация на происходящем суставная гимнастика приготовили кулачки 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 мизинцем да опять раз два три 4 5 6 7 8 вот этими всеми пальчиками до всеми пальчиками теперь вот так раз два три 4 5 6 7 8 перевернули раз два три 4 5 6 7 8 сделали раз два три 4 5 6 7 8 раз два три 4 5 6 7 8 и одеваем перчатки вот прям вставляет хорошо прям так с утра просыпаешься только так раз два три 5 6 7 8 хорошо это вот на самом деле это упражнение хорошо еще вот как бы заставляет всего 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 крутится гармонизирует давление и ну что ли это как бы начало любой любой истории суставной гимнастики единственно что до вечера это до 6 часов надо делать это упражнение позже не делать бодрит как говорят соответственно ручки размяли все вот эти вот все темы проходите смотрите потом тут мы размяли их перед нейрогимнастикой нейрогимнастика на самом деле я вам так по секрету скажу у нас очень много открывается сейчас институтов мозга а самое первое что они там делают нейрогимнастику упражнения поэтому в принципе мы впереди планеты всей если будем это делать это сейчас становится очень модным и на этом очень много сейчас тренды устраиваются поэтому пожалуйста курок пистолетик курок и стоит курок пистолетик курок курок пистолетик как интересно когда ты смотришь вот все мне надо сконцентрироваться только на одном это офигенная штука есть класс курок пистолетик всякие зайчики фигушки датчики фигушки датчики фигушки датчики фигушки датчики фигушки я вообще-то очень хорошо это делаю но когда я меня и когда я раздвоилась то я это плохо делаю а так я хорошо это делаю у меня такая практика в этом так что поверьте венатрила всякий гриб поляна да так 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 то есть вот эти все разгоны с одной руки со второй руки вот это вот вся история это вот это супер очень много можно найти в интернете нейрогимнастика прям так и набираете неважно сколько вам лет это и детям помогает и с логопедии кстати логопеды все то же самое начинают с нейрогимнастики лфк начинается нейрогимнастики любые занятия по развитию креатива скорочтения на вот на вот координацию нейрогимнастика просто разные упражнения кого кого-то с ногой у кого-то в туловище да у кого-то с руками ну руб это вот самое первое с чего мы можем начать потому что руки непосредственно идут сюда поэтому вот эта вот координация право-лево очень очень полезная штука вот мы с вами размяли ручки джо вита оказывается я так соскучилась по вашим занятиям как приятно а на ноги ой на ноги самая классная история наташ да вот все инсульты так восстанавливаются когда ты начинаешь вот вроде бы кажется это так просто ну что это такое да гриб поляна а когда нарушена связь между правым левым ну это же главная история инсульта да то собственно с этого всего и начинается это оказывается так сложно а с ногами это классная штука я между прочим на дачу взяла супер стул очень удобный ну для занятий потому что ну сейчас порт закрыли фитнес а без этого вообще спорт движение это жизнь и я даже вы знаете у меня ну я уже рассказывал в первой встрече что из-за того то что все время да вот у меня было рисование очень мало спорта я конечно подсадила себе немножко спину и мы еще знаете там ну потом еще беременности наложились и то что я детей все время носила в слингах и так далее и ну как бы стало все хуже хуже стена и очень сильно я ей стала заниматься и и вот даже когда ты вот в занятиях я специально ставила будильник и несколько раз за ночь я вставала чтобы немножко размяться ну вот полежать вот в такой позе потому что когда ты лежишь бездвижно у тебя все начинает затекать и все это немножко сложнее запустить весь этот организм поэтому весь вот все чтобы двигалась даже просто подвигать ногами вот как мы сейчас с вами делаем просто сидите ноги под 90 градусов и просто стучите то пятками прям знаете так вот сбрасываетесь как как вот как как я даже не знаю прям сбрасывайте вот так вот раз там вот прям хорошо потом носками вот так вот прям это можно делать бесконечно потом по очереди носками потом по очереди пяткой но знаете чем вы это делаете вы это делаете не пяткой и не носками вы это делаете ягодицами то есть вы вообще не чувствуете ни колен ни икор ничего а качайте как раз свою попу в нашей попе находится весь позвоночник и мы накачиваем на лфк не вот это ну как бы спину да вот эти вот все вот эти вот отжимания знаете вот этот стул да кота вот который я ошибочно делала мы наоборот накачиваем наши бедра чтобы как раз они и сильные ноги они как раз и держат нашу всю спину ой фламенко класс а и все бачата это же просто это же как же я люблю эти бачата это так и во первых это это и музыка классная да и вот это вот постоянная такая история суперская потом как это красиво еще и рисовать бачата танец мандалы то же самое живот да и вот это тот постоянно повторяющиеся упражнение вот этой восьмерки которые но нереально как круто если вы просто это будете восьмерку писать горизонтально когда лежите в кровати да вот так вот бедрами так раз 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 ну я к чему что для спорта для движения для выстраивания себя и поддержания в тонусе не обязательно да даже не то что не обязательно а вообще не обязательно ходить фитнес-центр потому что на самом деле не умея пользоваться тренажерами фитнес-центрами вы только себя грубите но только как бы ухудшайте это возможно только для супер здорового человека либо с хорошим инструктором который тебе все это объяснить иначе ты будешь закачивать не те мышцы поэтому только ты вот сам да ты себе не можешь сильно что-то порвать без вес да ты потому что без веса находишься поэтому я и поэтому и говорю берегите себя вы у себя самые-самые лучшие любимые самые-самые прекрасные и самые талантливые вы самые-самые лучшие карина карина здравствуй я очень рада что ты зашла сейчас наш эфир я уже рассказала о том что мы каждый день рисуем с тобой и с русланом это карина моя дочка и я ее пригласила сегодня специально на наш эфир чтобы она с нами опять порисовала потому что этот прекрасный творческий процесс пусть не останавливается как сказано в книжке когда ангелы отдыхают если ты чем-то каждый день занят в этот момент то в этот час ангел может спокойно отдохнуть выдохнуть а теперь давайте рисовать вот что сегодня мы порисуем что на что мы сейчас обратим внимание это это техника пришла из арт-терапии из знаете есть такая такие очень-очень много разных техник правополушарного рисования это из нее но из-за того то что я не могу ничего не добавить своего здесь еще есть дописка дописывание двойным мазком такое называемый как он строк вот эти вот красивые уже более понятные нарисованные цветочки написаны дописаны как раз этим собственно вот такую штуку мы сейчас с вами нарисуем так как это из истории правополушарного рисования то то что я вам сейчас покажу может применяться на любой на любой теме но например делаете в зеленцу в такую в желтизну яблони делайте более такую чисто белую на каком-нибудь более синим фоне вишнем потому что она прям как невеста смотрится делаете более большие цветы более розовые магнолия слива персики цветущие делаете желтая и тогда вот но не надо эти штучки выписывать пожалуйста мимоза делаете просто шары и не на ветках а на стебелечках пожалуйста гортензии сиреневый сирень то есть вы вот сейчас к этой технике отнеситесь очень очень внимательно с помощью нее вы можете делать ну я не знаю очень 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 много цветов для этого вам нужно будет плотный лист бумаги приклеить двухсторонним скотчем ой извините не двухсторонним скотчем обыкновенным скотчем вот так вот тем более скотч он не просто держит вашу работу и не просто вам удобнее работать а скотч это еще красивая рамочка которая будет собирать всю вашу работу и она будет очень аккуратно смотреться я уже сказала для этого нужны краски для этого нужна палитра вот прям разное что есть под рукой единственное что не бумага потому что бумага очень сильно впитывает краску а нам нужна краска всегда свежая и хорошая очень удобно если есть мастихин классная штука во-первых очень удобно доставать давайте прямо здесь сделаю но и также еще удобно размешивать размешивать красиво хорошо чтобы была вот такая вот так так консистенция которая вам нужна белой краски белой краски в этой технике идет очень очень много поэтому прям не жалейте ее ты же моя красавица ты же моя чешская дорогая белый белая красочка так все потом оставлю еще добавлю из тюбиков а тюбики и вообще как бы краски ведь и давно не пользовалась нет тему за за застывать но вы можете либо поддержать теплой водички потому что это же обратимая краска и они рассыхаются и потом спокойно открывать вот сейчас мы доведем до супер состояние нашу белую краску знаете есть еще такая типа белила титановый или белила цинковый честно вот никогда не делала особый особый как бы акцента на этом знаете почему даже белила это самая первая краска которая исчезает как будто ее слезал я не знаю даже не код это я не знаю тигр наверное белил столько всегда идет в гуаши в ваших работах что какие бы были и главное чистые дочь мне не мне не даст соврать а какие краски спрашивает елена любые пастозные краски если мы работаем с акрилом без проблем а также мы можем работать с темперой без проблем вот меня темпера мастер-класс даже даже здорово еще потом высохнет и вообще это будет картина в принципе у меня есть такая акварель тоже нашла как говорится в потае даже вообще посмотрите она прям не распакованная такая чистенькая но это акварель какая-то пенталь написано да ну какая тут мне кажется китайская потому что если есть в акварели белая краска у меня сразу вопрос к этой акварели как-то сразу начинаем уже относиться к ней с таким с вопросом вот поэтому белый белил должно быть много сразу приготовьте цвет фона цвет фона я возьму наверное немножко голубенького немножко капну желтенького то есть вам нужно любая пастозная краска нужно вот в тюбиках чем удобно сейчас увидите собственно это я сделал в тюбиках вы можете также можно это делать кисточкой и что мы делаем сейчас мы с вами подготовим фон все я могу мастихин убирать так есть кисточки кисточки нужны конечно хорошие которые выдерживают всю эту историю гуаши так далее так сделали несколько капель прям хорошо поставили белого цвета то есть что мы сейчас делаем мы сейчас с вами делаем холст грунту ем потом поставили прям не надо пожалуйста так делать поставили несколько цвет таких пока просто и дать еще бирюзу возьми где у меня мастихин подсохла все-таки у меня красочка давайте вот этот голубенький возьмем о класс есть то есть просто сейчас абстракционизм чистой воды дают те цвета которые мне нравятся и сейчас прям такими мощными движениями видите зачем я собственно все это прикрепляла гуашь зачем я это все прикрепляла бумажным скотчем к доске доска может быть разная если сухо идет помочила кисточку и пошла вода а гуашь она растворяется в один не растворяется разбавляется воды и вот пожалуйста я делаю фон какой хотите помните я сказала с вишней можно сделать более его голубым потому что в них нету столько зелени и нету такой насыщенность она более разряженная смотрится больше как невеста и соответственно ее дать я вот так вот сделаю чтобы не не блестела на лампе и вот так мы сейчас с вами создадим создадим это вот красоту первый фон в правополушарном рисовании вы можете делать все что угодно то есть ну вы можете делать например представлять если это какое какая-нибудь вода все то же самое делаете и потом просто проведете линию горизонта все и нарисуете здесь какую-нибудь пальму и так далее все будет все будет сделано то есть фон вот такой получается грунтовой живопис что мы дальше делаем достаточно быстро это мы делаем мы берем лист бумаги газеты салфетки ну не знаю если только такой достаточно плотный потому что иначе она очень быстро будет ну подождите это только начало вот так вот смачиваем скантуем ее делаем вот именно такую знать вот чтобы чтобы она здесь была вот такая вкусно рельефные и макаю ее в нашу белую историю и сейчас я вот этой газетой бумагой ставлю вот сейчас для себя вот пятна где у меня будут располагаться мои цветочки почему это делается сейчас потому что фон еще влажный если я несколько раз буду вот так вот газетой применять то у меня получится очень красивой как бы краска будет дружить друг с другом и с фоном и они будут создавать красивое вот такое вот сочетание так раз так у меня веточка пойдет вот давайте вот здесь сделаю чтобы туда ушла и вот здесь сейчас это мне даже быстро уже создаст композицию классно что еще моя газета влезает в какой-то цвет фона и создает это вот красоту что я еще могу сделать я еще могу сюда сюда так 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 у как свет то у меня работает хорошо сюда добавить какой-то оттенок ну например сделать приятно розовый макнуть в нее газету и сделать уже сразу несколько капель а если мы делаем например дерево какое-то то вы понимаете что на этом то и можно и закончить провести стволы и уже все будет сделано сделано ну мы пойдем еще дальше пока это еще все живое так вот так вот вам видно не отсвечивает я покажу как дорабатывать цветочки еще давайте подготовлю красивый цвет один где у меня красный красивый да 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 куда то он исчез смотрите техника one stroke вот так я вот когда вы пользуетесь любым плотным таким пастозным материалом типа гуаши темпера акрила чем меньше воды вы будете брать тем лучше и соответственно нагнетаете вот напитывайте кисточку не водой и чуть-чуть краски как мы делаем в акварели вот с этим пигментом а именно вот этим цветом вот смотрите я напитала кисточку белым цветом и сейчас макну например вот этот вот фиолетовый только кончик кисточки вот видите сейчас по пожарнее вот он и теперь я сейчас буду формировать вот такие вот цветочки чтобы мой вот этот вот красивый кустик который у меня получился получался более или менее ну что ли понятный потому что я его близко делаю и хочу чтобы он был более виден то есть я вот здесь сейчас просто рисую вот эти вот лепесточки цветущего дерева и они у меня получается с таким красивым переходом от темного к светлому потом я еще добавлю опять насытила либо розовым либо белым окунула темный цвет и делаю и делаю такие вот лепесточки формирую вот этот свой этот красивый ну как бы куст распустившийся распустившийся даблони влезло и в голубой и розовый какой красивый мазок получился с пастозной краской совершенно по-другому работает она более она более что ли какая-то как сметана и долго и долго остается такой вот прям жирный мне классно повозиться руками вымазаться вот прям ну прям реально вот арт терапевтическая история в детстве нам папа знаете что делал я вот собственно так своим детям тоже делаю делала когда они были маленькие давала стол либо бумагу какую-то стелила либо с клеенкой и соответственно вот давала просто вот эти вот краски и они рукой рукой это брали и вот прям мазали потому что она настолько ну что ли она настолько вот именно кинестатично кинестатик вот именно вот потрогать ее что вот очень-очень классный штука вот сейчас мы потом еще дать добавим я сейчас просто немножечко сформирую вот эти свои кусты пока а тем временем у меня немножко подсыхает фон сейчас увидите что будет где-то хаотично где-то чисто есть 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 угу так угу 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 пока общая история такого полета фейерверка еще пока неизвестно неизвестно чего у меня готовы Ну, сейчас, собственно, будет появляться, будем все это собирать. Как мы будем собирать? Для этого нам нужны ветки. Для этого нам нужны ветки. Ветки. И более такая уверенная зелень. Сейчас тоже возьмем. Раз. Зеленый. Есть. Если нужно добавить, добавляем воду. Но не забываем, что она должна быть не мокрого такого, а такого достаточно пастообразного состояния. И начинаем рисовать веточки. В принципе, мы уже с вами дали это движение. И сейчас подчеркиваем. Понятно, что веточки будут немножко видны внутри. Вот как она будет расходиться. Давайте ее нарисуем. Если вы хотите сделать веточку на убывание, всегда рисуйте от большого к меньшему. И вот как бы руку вы отпускайте. И она сама по себе будет очень тонко завершаться. Сюда пойдет. Веточка. Класс. Запустили. Запустили. Давайте, наверное, сделаем такую веточку сверху. Одинокую. Чтобы вот это ощущение было всего-всего, всего такого цветущего. Теперь у нас есть два разных зеленых. Один потемнее, другой посветлее. Все то же самое, что мы делали с цветами. То же самое. Техника one-stroke. Напитываем одним цветом, одним цветом кисточку, макаем ее в более темный. У нас получается такая двухступенчатая как бы кисточка. И начинаем делать вот такие вот колосные. Просто одной рукой всплески листьев. Из-за того, что в кисточке много цвета, из-за того, что фон не совсем высох, у вас получается как раз не ощущение детского рисунка, а ощущение какой-то красивой, многослойной росписи. Прям как импрессионисты. Вот такие просто. Вам достаточно даже просто пятна ставить. Они сами по себе будут уже красивыми. И вот так мы сейчас можем запустить. Можно делать такие вот. Раз, одно пятнышко. Два, одно пятнышко. И сделать более такой управляемый листочек. Но мне, если честно, больше нравятся вот такие вот просто пятна. По пятнам, как бы кистью. Так как их много, то они получаются. И тем более они же тоненькие, еще маленькие. Только-только все распускается. На каких-то деревьях, на каких-то деревьях их вообще не будет. То есть это надо будет посмотреть. На яблонях бывает. Они такие именно маленькие. Вот прям цвета майской зелени. А на каких-то их вообще еще нет. Например, вишня цветет исключительно только белыми шапками красивыми. А на шелке с загусткой можно? Так. Ну вот с листьями, с ветками 100% можно. Можно, конечно, сделать и технику One Stroke. Вот именно я имею в виду такие вот красивые штучки. Но это всегда будет от светлого к темному. То есть вот эти вот все ваши шапки, они будут темнее, чем фон. Здесь же, видите, у нас по-другому сейчас получилось. Илья напишет, какой класс. Ну да, весело. Когда ты даже работаешь в этой технике, очень весело. Потому что она какая-то живая, что ли. Вот из-за того, что вот эта пастозная краска, она какая-то очень, ну что ли, знаете, ощущение радостного детского творчества. И если вы не будете применять, ну какие-то такие глухие цвета, брать черный, коричневый, хотя здесь есть чуть-чуть коричневого. Не увлекаться мазанием вот одного вот цвета много-много-много. Тогда получится, у всех получится, у всех получится еще очень красиво. Сейчас можно будет добавить такого желто-зеленого цвета в серединке цветочков. Сделать как раз вот историю серединки. Чтобы еще более объемно. Внутри можно делать входы от выхода, то есть для листочков тоже очень красиво получается. И вот так вот жильенько, быстро мажем. Вот чем прикольная история правополушарного рисования. И почему так много поклонников. Вот оно сейчас, наверное, не настолько популярно, как было раньше. Сейчас вот не могу сказать. Но вот почему было так и много поклонников вот этого творчества. Потому что оно реально ортопектично. И при том, при том, всегда хороший результат. Так. Видите, когда добавляешь... Кстати, тема золота. Можно добавить вот эти точечки золотенькими. Золотом не только батик не испортишь, но и гуашь тоже. Я в этом уверена. Вообще золото везде классная штука. Ну, только хорошее золото. Я не очень люблю, когда золото какого-то такого... Ну, его и очень много, и оно не в тему. Сто здорово. Смотрите, у меня что-то получилось очень объемное. Очень прям вот шарик-шарик. Да, вот такое очень-очень мощное. А что-то получилось очень-очень нежное. И вписанное в фон, в общий. Поэтому вот тоже смотрите, насколько вы хотите сделать заполнение цвета. Добавляем листочки. Так, мне кажется, меньше в отсвече. Ага, еще забыла про зелененькую нашу. И вот представьте, если вы, например, рисуете гортензию. Все то же самое. Но только это будет рисоваться как куст. Если вы рисуете сирень, все то же самое. Вы ставите просто вот такие, ну, более яйцеподобные. Такие вытянутые. Так, вот сюда вот хочу продлить немножечко листочка. Поставлю, как всегда, в природе. Сделаю хаос. Сначала так аккуратно выводила. Теперь добавлю неряшливость. Добавлю кое-где. Вот эту историю, ну, вот, знаете, вот с этими пятнышками, вот, они всегда хороши. Такое ощущение, что они дают, вот, что в батике, что, когда ты рисуешь цветы, вот эти вот точечки, они всегда дают ощущение какого-то запаха, что ли, какого-то, какое-то весеннее настроение, вот, полета, полета настроения, что ли. Так, вот таких вот всплесков белого, розового. Сейчас вот будет главный момент, чтобы нам посмотреть, насколько все достаточно. И это лучше всегда смотреть без скотча. Потому что скотч, он, ну, как бы не дает, не дает увидеть окончание картины, его, ее реальную тему, композиции. Поэтому в этот момент мы можем снять скотч. Снимается скотч, ну, вот, я так аккуратно его снимаю, а так его можно снимать под фен. Тогда он вообще будет очень быстро и легко сниматься. И вот у нас, собственно, получается вот такая вот объемная, такая, ну, сочная картина. Вот, видите, собственно, буквально, ну, несколькими движениями быстрыми руки, несколькими вот этой бумагой, вот, знаете, вот мы всегда немножко боимся поставить первый мазок. Вот это правополушарное рисование, когда ты просто ставишь мазки цвета, например, вот делаешь ощущение холста, да, наполненного. Можно просто сначала белилами сделать, потом сделать несколько капель цвета и потом разогнать этот цвет. Можно, как я, сразу и белила сделать. Единственное, что белил всегда больше. Ну, то есть, грубо говоря, 80% белил и где-то от 80-85% белил. И где-то только 10-15% это краски. И немножко воды. И вот так вот все разгоняем, потому что лучше всегда идти, конечно, от светлого к темному. И вот оно, вот это ощущение, потом сделать пятна, понимаете, уже и так, уже и так получился интересный, красочный, многослойный такой фактурный фон, собственно, на котором можно все строить. Можно строить вот эти вот пятна шариков, да. Эти шарики могут быть более ярко выраженные, менее ярко выраженные, более прописные, менее прописные. Поэтому, ну уж, а листья вы уж сами видели. Чем больше, тем лучше. Чувствуйте, сколько цветов, сколько настроений, столько, собственно, и будет у вас прекрасных, интересных, весенних картин. Пробуйте, рисуйте. Ну вот я бы, кстати, не отказался от такой блузки, между прочим. Но здесь вот надо будет посмотреть. Мне кажется, в горячем это, конечно, здорово сделать. Или если это у нас идет в батике, то можно сделать от светлого к темному. То есть очень-очень светлый фон, и типа такой магнолий, или розовых персиков, или абрикосов цветущих. Спасибо, Маша. Да, он реально приукрасился. Приукрасился. Теперь еще и на одну такую веселую работу, которая реально происходит из ощущения, как бы, тяп-ляп, да, вот. Быстро намазали краской, потом быстро наставили печати вот этой бумажки, и потом ее довели. Довели уже до какого-то более-менее понятного результата. Можно еще дальше пойти, можно вот, когда у вас подвас... Ну вот мы вот это все сделали, а когда у вас подсыхает, подсыхает краска, тогда можно ставить более, что ли, уверенные вот эти вот цветочки. И они, что ли, опять, ощущение ваше, насколько вы хотите, чтобы это было более прописано. Поэтому если это подсохнет, то вы можете чувствовать, да, насколько, насколько более, что ли, по-японски это сделано. Более аккуратно. Ну, мне вот в этой технике как раз нравится больше ощущение вот этого пастозности, похулиганить, вот выйти с такими красками, с грязными руками. Попробуйте разные. По-разному порисовать. И вот, когда подсохло, видите, как все это намного легче и леднее рисовать. Кстати, вербу так можно спокойно нарисовать. Че, кстати? Вот, видите, все легко. Ну, пусть такими простыми, яркими, красочными упражнениями. Наша самоизоляция станет веселее. Вот совсем, видите, другое настроение, когда сделана более, что ли, изящная история. Попробуйте разное. В этой технике, возможно, все. Да, спасибо большое. Так, все ли понятно? Жду ваших работ. Вы радуете. Сейчас очень много, вы видите, очень много запускают разных флешмобов в интернете. Вы просто, ну, как бы, я не знаю, насколько надо это устраивать, насколько надо вписываться вот это вот в общую. Ну, если вы захотите просто что-то веселое, позитивное. Не просто перепостивать новости или какие-то, я не знаю, страшные факты или какие-то там сенсационные заявления, а просто как бы запустить красоту, которую вы создали сегодня. Просто рассказать о том, что можно спокойно, там, 20-30 минут посвятить себе и детям. Просто порисовать наедине с собой и с красками. И вообще, как бы, даже, даже не умея рисовать. Но просто, если очень хочется, то значит, может сам. Это главная фраза, которая, ну, наверное, есть и которую я всегда говорю, когда мне начинают, меня начинают спрашивать, Надежда, а вот нужно ли какие-то способности иметь, чтобы рисовать там по батику, там, или вот в акварели и так далее. Ну, в основном, конечно, по батику. И, вы знаете, главное желание. Желание и, конечно, расти. Вот именно, вот сегодня, кстати, была Тамара. И я вот помню Тамарины первые работы. Вот она у меня сейчас, уже практически прошла курс «Рисуем каждый день». Рисунок для рукодельниц. И я помню ее первые работы. Тамара, если ты меня слышишь, привет. Сейчас еще присутствуешь. Когда ее первые работы, и как часто я ей давала на переделку, как она расстраивалась, как она уже думала, ну, что ж такое. Это никак она не совладает с этой темой карандаша и красок. Но сейчас я прям очень-очень довольна. Вот она недавно мне сдала ботанику, лилию делала. И, в принципе, в принципе, там, ну, не достает только немножко этой глубины вот теней. Ну, тени, это у нас часто такая история. Кстати, 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 ой, конечно, боюсь обещать тоже, но вот только тенями можно будет создать супер работу. Вот мы можем с вами цветение, листья, вот есть супер тоже техника. Классная, в общем, вы слышите столько классных техник. Акварелью, когда ты делаешь сначала вот эти вот цветовые пятна цветущих яблонь, цветущих цветов, и только тенями вот такой, ты просто, ну, как бы формируешь это облако. И создаешь дальше, ну, ну, создаешь уже ощущение цветущего, цветущей яблони. Поэтому, так, может быть, мы с вами это тоже порисуем. Я буду очень счастлива вам показать такую возможность в моей любимой акварели. Ну, на самом деле, я очень счастлива вот этим вот грязным гуашевым рукам. Они очень приятны, поэтому, как говорится, хорошо я поработала. Как меня было слышно, как видно, вы со мной. Вам стало чуть-чуть полегче. Выдохнули. Выдохнули. Я в детском саду так рисую на разные темы. Светлана пишет. Да, классная история, вот согласна. Доделываю, Татьяна пишет. Большое спасибо. Я очень рада, что сразу. Ольга, очень здорово, не так сложно. Я говорю, ничего сложного нет. Зато получается классная, прям реально веселая вещь. А, кстати, когда они высыхают, гуашь еще что, она имеет возможность? Она еще создает вот это вот ощущение. Ну, чувствуете, она немножечко светлеет. А гуашь чуть-чуть светлеет, когда высыхает. И делает такую, ну, что ли, как будто немножечко ковер получается такой приятный, пастозный. Рада. Очень и очень вкусно получилось. Пахнет весной. Ну, а весной реально пахнет. Особенно, когда идет солнышко. Это прям просто очень прекрасно. Правильно Светлана заметила, что получается всегда очень красиво и индивидуально. Вот сколько бы мы ни делали, вот я говорю уже про эти арт-четверги, когда мы занимались правополушарным рисованием, сколько бы мы ни делали работ, все время получается разное. Вот это выдавливание краски, даже просто на создание белого холста, вот на белый холст, когда выдавливаешь немножко краски и размазываешь, уже тогда получается свой цветной ковер. И уже потом, когда накручиваешь цвет, вот все по-другому. И всегда получается разное. Это не разрисовка, да. Это вот не штамповка какая-то. Это вот на самом деле классная техника, которую можно будет применять. Темноватый у Галины получился, но это будет у нас не темновато. Это у нас будут яблони в сумерках. Ведь на самом деле разные темы бывают. Вы просто больше, да, можно больше добавить такого розового. Когда, знаете, в сумерках подсвечивается закатным светом яблони, и получается, ну какие же красивые стволы получаются в этот момент, какие красивые листья получаются. Вы знаете, что самые суперские фотографии, это как раз после пяти часов вечера, когда вот именно солнце уже низкое садится. Она подсвечивает все таким желто-розовым цветом. Это что-то с чем-то. Светлана пишет, спасибо, что про нас не забываете. Супер хулиганский, быстрый урок для настроения. Да. Хотела поставить фото, Лена пишет, не добавляется. Нет, там можно добавить комментарий, там можно выложить фото. Ну, может быть, сейчас получится. Елена, моя дочка вчера мне говорит. Мама, когда закончится карантин, и нам разрешат всем выйти на улицу. Представляешь, как люди будут радоваться друг другу. Улыбаться будут, наверное. Сегодня у меня такое же ощущение. Я очень всем рада. Я тоже вас очень-очень... Ой, выложили. Сейчас-сейчас-сейчас, я загружу еще раз. Перезагружу. Получилось выложить. Вот моя яблонька, Елена пишет. О, сочно, мощно. Вот, мощно. Вот смотрите, видите, какой темный фон. На темном фоне это вот возможно только в гуаше. Ну, не только что в гуаше, а во всех постобных укрывистых красках. Когда мы идем, без разницы делать от светлого к темному, это не акварельная история, не батика, скажем. Здесь реально можно делать такую быструю, мощную тему. Здорово. У Татьяны... Светлана, вот, кстати, вы как раз про это говорили, то, что у всех получается разное. У Татьяны, смотрите, какая история. Все зависит, вот, реально, все зависит от первого цвета. Вот сколько капнула ваша рука капельки цвета. Сколько, какой цвет вы захотели в этот момент взять. Вот если копать, да, вот по теме арт-терапии, то вот в этом вся главная, собственно, тема и состоит. Здесь более такой пастозный, пастельный цвет и другое настроение, другая картина получилась. Молодцы, молодцы, девочки. Карина пишет, я готова хоть каждый день рисовать. Карин, я знаю, что ты рисуешь каждый день. У Карины много в детской школе тоже заданий, искусств, и она это делает. И вот сейчас еще у нас есть дополнительная история в прямых эфирах в Инстаграм. Когда я приеду на дачу, мы опять это возобновим. Так что буду рада. Там просто немножко другое качество. Там не нужны вебинарные суперкамеры, которые есть у меня в школе, где камера идет в HD-качестве. Это, конечно, совсем другой калинкор получается. Но для этого требуется супермощный компьютер и супермощный интернет. Поэтому на даче у нас сейчас пока только прямые эфиры. И, соответственно, буду рада вас видеть там. То же самое в Инстаграме Надежда Улумбекова. Там меня можете спокойно найти. Мы там рисуем с Кариной и с Русланом. Но вот сегодня у них будет... Карин, у тебя это домашнее задание. Или хочешь, оставь, мы это потом тоже порисуем на эфире в Инстаграм. Большое спасибо. О, Антонина тоже нарисовала. Посмотрите, а здесь совсем немножко. И вот ощущение такое более, ну что ли, востока. Такого более сдержанного, более... Где хочется рассматривать каждый лепесточек, каждый цветочек. Здорово. Я очень рада. Я очень рада, что вы сегодня улыбнулись, почувствовали весну, запах весны. И, собственно, посмотрели, как это можно легко, быстро похулиганить и порисовать. Спасибо вам, мои дорогие и любимые, что были сегодня со мной. Хорошего всем, позитивного настроения. И помните, что, ну реально, много в этой жизни зависит от нас. Хотя бы наше настроение. Пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok